В Провинске, можно сказать, главный, самый главный композитор нашей жизни. Мы в Большом театре поставили сначала два балета намного корректикова, а следующий балет был ладон из нас вещей. Причем, ну вы знаете все, что в Провинске был запрещен. Тут же Боря Корректикова нам говорит, что он против того из Провинскова прятали код в подушке, потому что если найдут, то тогда нас уволят из консерватории. И все потом тут-то так происходило. Мы поехали в Париж, там был Геннадий Рождественский, главный дирижер, совершенно юный человек, замечательный, как и был, запрелись, трясающий человек. Мы там впервые услышали музыку в песне священных. Мы с Володей просто заваляли музыку и приезжали в магазинку, пили большой такой проигрыватель, тогда не было, что-то всякие, пластинку. И мы жили в гостинице, не чувствую, потому что мы жили в гостинице, где останавливался в Битлере во время войны. У нас был огромный номер, метров пятьдесят и колоссальная кровать. Мы втроем валялись на этой кровати, но у нас не было. Но мы слушали музыку, и Геннадий Николаевич, ну, нам казалось, что музыка такая сложная, он нам рассказывал о том, что эта музыка не сложная, а сложно-сложно, Геннадия. И из чего она сложна? Мы приехали в Москву, все мы начали придумывать. У Володи было очень хорошее образование, у него даже есть несколько произведений музыкальных. И Коля Каритникова у нас там очень хорошо, в общем, с музыкой, на «ты». Особенно Володи, особенно Коля. И он даже сделал некую революцию, которую потом Стралинский подтвердил. «Великая священная пляскорка» в финале спектакля. Там у него было что-то одна шестнадцать, две шестнадцать, пять шестнадцать, пять шестнадцать, пять, шестнадцать. Ну, в общем, что-то совершенно невероятное. Володя взял, сделал вот такие книги, даже иначе артисты Большого театра в то время, они просто не могли во все это влезть. И когда мы уже начали репетировать, кто-то входил и репетировал. А как ты считаешь, а 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 ты считаешь. Ну, вот это же, когда мы уже ставили у себя, это уже был такой шаг, уже все это понимали. Но самое большое событие было, это то, что приехал Соломон Юр в Москву, Игорь Ассенович Месеев, который, ну, просто нажать от родной, который, ну, все великие люди, они никому не завидуют, а наоборот поддерживают, если что-то нравится. А он нас очень полюбил. И мы с Момон, то есть, Рябович Юрак, продюсер Большого театра, он спросил, Игорь, они уже были знакомы, Игорь Александрович, часто уже там был, он говорит, скажи, пожалуйста, вот, ну да, мы взяли все в кончик, мы взяли там еще что-то такое, а вот какой-то изюменький, он говорит, пойди и посмотри, там два молодых поликвейстера поставили висок смещенок. Ну, во-первых, это было впервые, вы, наверное, знаете, что-то впервые вообще в России, но это спасибо Михаилу Ивановичу Чурнаки, он проявил возможность вообще этой постановки, это не наша заслуга, наша, ну, мы поставили висок, а заслуга, это Николай Иванович Иванович. Он, как вам известно, композитор, он музыкант, и поэтому он относился к музыке так, как должен относиться к музыкану, а не так, как к хозяйству, как это часто бывает. Вот. И спектакль не шел, но братья Юракова спектакль в Большом театре поставили. И он шел при пустом зале, сидел только Соломон и Израильчик, выбирая Саныч, мы с Володей, и несколько просто родителей, артистов. Спектакль прошел, все нормально, проходит какое-то время, и приходит телеграмма из Нью-Йорка. Соломон и Израильчик хочет, чтобы договорился с Островинским, что Островинским будет стоять за округом, и этим спектаклем будет открываться, будет открываться гастроли Большого театра. Нам об этом сказал за округом Большого театра. Мы спросили, ну и что? Нуфурцева ответила, нечего иммигранту Стровинску примазаться к успеху советского порядка. При том, что она ненавидела наш спектакль, она его не понимала, ненавидела, она старалась его всячески объяснять, она видела там эротику, ну, всякие, ну, знаете, там обряды, весенние, пресни, обряды и так далее, ваааа, там не было ничего не привычного, на сегодняшний день это вообще не было с Островинским садом. Но она это терпение не могла, потому что то, что она не понимала, она старалась убрать, закрыть, но после Весной Священной шесть лет вообще работать в сотворении мира, после этого опять перебивалась. Вот, и мы все-таки повесили Весной Священной, но не на открытии ничего. Мы выходим из самолета, говорят, а где Сорокин? Сорокин, он замал главный второй, я второй, и Владимир. Ну, сосат так и просто, все и прочее. И нам переводчицы спрашивают, а что, Сорокину ногу сломал? Почему она не сломала? Все в порядке. Короче говоря, в этом начале 11 лет, Юра добился того, что было шесть все-таки, и все-таки Сорокинский уехал из Элс-Анджелса или из Минска. И я совершила постукиву. Игорь Федорович, и говорит, я спам, я целый час сошел, спал, потому что очень большая разница во времени, там, Лос-Анджелса, и прочее, они начинают разговаривать с нами, мы девчонки, значит, такое впечатление было, что мы вот всю жизнь знакомы, и мы начали теперь мукуриться, потому что уже там была шестра, там, вибреты, Сталинский против вибреты, Сталинский против того, чтобы точно следовать, музырки, мы говорим, ну, в общем, я сейчас шел коротко, оказалось, есть по языческой Руси очень мало материалов, и оказалось, что мы и Игорь Федорович, мы этими материалами всеми пользовались, это АБВ, это русских обрядов, вот эти там, верные, еще так, но очень немного, кроме того, у меня еще родственники, художники, в том числе, Фаворский, и там были рисунки эротические, всякие, и так далее, мы всем этим тоже пользуемся, но это, естественно, не видим, но это все по этим обрядам, и мы ему стали рассказывать, вот что мы придумали, у вас есть эмо, есть эмо, есть эмо, есть эмо, есть эмо, вот это, ну, в общем, мы прошли по всему спектаку, причем я все время, дрожала, а Володя у меня вообще всегда говорит только правду, он никогда у себя ни в чем не охранится, за это не ставишься таки, он не сделает, что он много наговорит всякого, и в данном случае тоже, а вот вы, вот вы, хотя не чтобы не было реврора, а вот вы сделали, вот так, вот так, выиграли, выиграли, он все время, это беседа записана, и в книге Геннадия Михайловича рождественского беседы со столетцами, она есть, потом по поводу, значит, того, что вот, не надо, не надо, не надо искать, что тут за, записал, мы говорим, мы хотели, чтобы слишком все было точно, по музыке, он говорит, это кто писал, это журналисты, это мои правильные, и наши правильные, и ваши правильные, я им говорю, до свидания, я сейчас цитирую просто то, что было, мы говорим, что вот 64-я цифра, когда там, три четверти, а здесь, у барабана, а тут, а вот это, и мы все по счету, правильный, правильный, вы знаете, я написала, концерт, и слушатели, мы начали поняли, а потом, потом, когда, баланчин сделал, этот, движенческий, и жестикулянный, и тогда все поняли, я цитирую, страильзм, в общем, он это все одобрил, но дальше я не буду продолжать, потому что, когда мы приехали, я вам, на фашистский,